Миланька, что ты хочешь позвонить баб Кате? Давай с этого и начнем. Номер несложный, сразу на привоз. Алло, баб Катя, доброе утро. Алло, баб Катя, доброе утро. Да, что мы на базе, все нормально. Рыбу пожарили и съели. Сейчас хотим сделать что? Замечательный, великолепный десерт. Баб Катя, с новым годом. Эх ты, чтобы нам были здоровы. Короче, у меня одна рука. Что за музыка? Подожди. Что за улыбка? Непривычно. Друзья, всем привет. С вами Скрипван. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки. Марат, с новым годом. С наступающим. С новым счастьем. А кто-то уже нас смотрит первого числа? А, да. Проснулся. Оливье поел. Ой, захотелось чего-то такого, чего у тебя нет. Ребята, мы вам сейчас устроим, будет вам шикардос. Четыре компонента или ингредиента, 20 минут и все. И чая не хватит. Такой бисквит отшмаляем, что просто будет праздник какой-то. И что? Миланя, ты будешь дегустировать сегодня? Будет. Короче, самовар я этот. Подготовил. Подготовил. Не рановато ли? Марат, он 25 минут закипает. Я проверял, а мы за 20 сейчас с тобой уработаем бисквит. Это же прелесть. Елки-ты-палки. Фу, фу. Вадим чай там передал. Все, как завали. Чай передал. Короче, этот немцы бокал передали. Я уже говорил, еще раз скажу. Роза и Марк, спасибо вам огромное. Миланя. А ну, подержи. Ешкин, ты кот. А я аккуратненько сейчас как? Это все будет нормально. На, тебе крышечку. Пригодится. Понюхать. Да ты шо, я из немецкого бокала еще вот это вот. Кромбахер, старинный. Да ты шо, Марат. Прямо шедевр какой-то. Я делаю шедевр. Ё-моё. Вот мы сегодня взобьем наш бисквит почти до такого состояния. Короче, у Маратика есть рецепт. Ребята, ваши здоровья. Не так мы его оставим на другое. Я даже не знаю, что там впереди еще праздников. Мама дорогая, сколько, ребята, ваше здоровье. С Новым Годом. Ты шо, и шо там у тебя голова болит, проснулся, да? Да, не покушай, ёлки-палки. Выпей чай, и будет тебе счастье. Скажи, папа. Сережа, у тебя течет по усам. Ёлки-палки. На мохнатку попало. Не выдумывай. Честно. Ты меня всегда ругаешь, а сам посмотри, что делаешь. Да не выдумывай, сказал. Я же у меня подбородок такой вытянутый, что я знаю, что мохнатка. Ты шутишь? Шучу. Ну, зачем ты делаешь неприятности, ёлки-палки? А нам отдали быстрее крышку. Накухалась. А вкусное такое. Эх, ты подрастешь, угощу. О, смотри. Тут же и детям конхветы. Это вот тебе передали. Да, мальчик Даня зовут. Маленький такой, но уже открытки пишет, шикарные. И создает вот такую вот замечательную вещь. Мараш, что ты так можешь, я возьму свою бутылочку туда? Конечно. Джерак возьмем эти кусники. Даже не сомневаюсь. Да ты шо, ёлки-палки. Да. Вкусно? Мы сегодня проснулись. Боже мой. Калюша. О, встречает хозяйка. Ты что, тоже за джерками идёшь? Ёлки-палки. Катенька, приглашай всех в дом. Сегодня видео будет. Ребята не похожи на все остальные. Калюша. Марат, заходи. Вон девочки легли и ждут, ёлки-палки. Аккуратненько. Давай мне губочку. Миланька. Калюха. Слышь, а хвост? Ой, 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 ой. Да я пошутил про Марата, ёлки-палки. Ты шо, Марат, смотри, шо она тут делает? Ты шо? Да, ей тоже усики нравятся. Ай-яй-яй. Что за прелесть. Миланька, доброе утро. Ты проснулась? Калюша, ну ты уже рада стараться тут. Ты думаешь, у тебя, как это? Звезда просто. На подиум возьму. Вот так ты же её снимаешь. Шо такое? Она тоже хочет лежать, скажи. Тоже хочешь лежать? Сейчас пойдёшь. Или гулять, или чай. Или всё-таки джерку. Да, я тебя раздену. Джерку я тебе дам, когда подрастёшь. Даня нам ещё передаст. Кайли, Калюшка, Калюша. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Это тигр. Слышь, а ты её по-нарядному сегодня одела прямо спать на улицу? Ну как по-нарядному? Вот ты что, такой день, такой день, Новый год. Ну что, давай. А теперь пошла сама. Пошла, давай. Оп-оп-оп. Молодец. И рыжий. Смотри. А кучерявая прямо вся в меня. Она как Кайли, ты видишь? Миланюшка, ты лечь решила? Не, ей, наверное, тоже Марата Усики нравится. Смотри, рыжий там умывается, гостей зовёт. Ёлки-палки. Ребята. Добро пожаловать. Добро пожаловать в Липованскую оселю. Та ты шо. Ещё раз там, всех с Новым годом, если уже Новый год случился. Или с наступающим, если ты поставил это видео раньше. Шмальнём давай по полной программе. О, вот что в каждом доме было вот так вот, как минимум, 4 кота Минкуна. И все лизали. Ну, как это, лицо себе лизали, гостей намывали. Смотри, он точно кого-то... Катенька, а я не знаю, что ты сегодня здесь будешь снимать. А я лежать буду. Я ещё раз говорю, я пошутил, когда я Марату сказал, что девочки легли и ждут. Вставай уже. У тебя серьёзная работа. Сегодня надо будет яйца снимать. А слушайте, у меня тут хороший такой ракурс получается. Привет, Ваня. Тихо. Привет. Ты же на маму залезла? Оседлала. Всё. Марат, у нас же новость ёлки-палки. Она же наконец-то украсила ёлку вторую. Вот этими ватными игрушками. Просто фантастика. Оператор, снимаешь? Такое нельзя не снимать, Серёжа. А я знаешь, что так оделся? Это под наконец-то нормальный маникюр ёлки-палки. Покажи. Ты шо случилось? А шо значит, наконец-то нормальный маникюр? А вот тот, шо был предыдущий, мне не нравился. О, вы нормальные лучи, как ярофонт, львэзон. Они джилломали. Марат, он ещё и танцевать умеет. Ну как танцевать такое? Аж голова заклеился. Короче, не ласкала. Но опять-таки мы умеем. Эх ты, может я поворотте был или буду в следующей жизни? Может. Наверное, буду. Кем я, интересно, буду тогда в твоей жизни? Мадонна. Кем-кем? Мадонна. Нет, ты будешь дуть синей и табоской. Ага. Почему? А чего нет? Ёлки-палки. Ты шо, какие марат? Дон Кихот. Ёлки. Да, чем они, Дон Кихот? А? Короче, друзьяки, долго рассказывать не буду. С нас для вас, как обычно, вы знаете, что в любом видео у нас не было ни одного видео, где бы вы не получали заряд шикарного, одесского, настоящего, хорошего настроения. И в этом видео будет то же самое. Если кто-то вдруг в нашем рецепте сегодняшнем не уловит сути, ребята, вот заходите на ютубчик, прямо голосовыми, или пишите ручками, липован бисквит, и выкатится бисквит там, где мы были у тети Вали. Что? Ты шо, не веришь, Миланья? Мы были на самом деле у тети Вали. Давай на ручки, папа тебя возьмет. Иди, иди, иди на ручки. Иди к папе. Иди к папе. И вот тетя Валя, ну красивее, чем она, никто не расскажет. Это человек с золотыми руками. Шо, ты хочешь тетю Валю тоже? Да, скажи, я еще не была. Ёлки-палки, там еще Ульянка была маленькая. Шо тебе дать, масло? Старая казачья. Хочет, конечно. Сейчас покажу. На, ешь масло, я тебя умоляю. Давай ее посадим. О, ты же видела, кто эту куклу передал. Друзья, кера сегодня, как это, Новый год. Время подарков, замечательных моментов. И спасибо нашим подписчикам. Присылают нам замечательные вещи. Удивительные ручной работы. Я не знаю, там есть, Катюша, контакты? Там есть контакты. Это у нас уже просто дети пытались ее открыть. А мы максимально держались, сохранить, чтобы это видео до Нового года. Ёлки-палки, слушай, это тут вообще такая малява, ёлки-палки. Подожди, вот эта женщина делает сама. Посмотрите на ребенка. Ты шо, никогда не поздно, даже если вы не успели. Ты покажи Миланю, смотри. Даже если вы не успели на Новый год. Ребята, впереди... А вообще это сказали, тут развязывается, вообще это сказали, что это Ульяночка. Это Ульяночка? Да, Ульяночка. Хорошо. А, так это Ульяночка? А я смотрю, слушай, у кого еще такая дочь красивая, как у меня? Катюня. Похоже? Боже мой, ты один в один. Маратик, а волосики родненькие. Я раньше думал, что только у тебя под носом самые шикарные. Нет. Еще у этой малышки. Красиво. Катюня, вы большая молодец, я просто вот именно, ну низкий поклон, да, за то, что люди делают вот так вот. Смотри, это же ручками все эти штаники были сделаны. Смотри, какие чебеточки, елки-палки, платьичко. Слушай, я ее на самовар посажу. Ты ненормальнее? А что? Знаете, были такие курицы? Какие курицы? Куклы сидели. Куклы и курицы разные. Дай, скажи. На, на, твоя. Сапоги. Ладно, сапог найдем. Я улыбалась. Все, сейчас мы будем тебя кормить и заодно приготовим замечательный бисквит. Вот не думал, что скажу, что не Катюня, а Виктория, спасибо за дочку, елки-палки. Блин, пока Ульянка у бабушки, она сегодня со мной будет спать. Первый тебе делать будет она всегда. На, дай контакт, может на самом деле кому-то захочется. Сделать приятно. Вот и что. Авторская лялька. Так, ляльечка давай сюда. Вообще, все, что сделано руками, это, мне кажется, стране-палки. Меня это всегда восхищало. Это просто, просто елки-палки. Так, что, авоська наша с базара, выходи. Что мы тут купили? А где? А где яйца? Мы же ваниль взяли. Вон я положила. Ваниль на подоконники. Так, мука, сахар. Катюня, это что, кутя? Да. В этот рецепт не идет. И мандарины, ребята, тоже. Все, мандарины вот сюда. Закинем. Авоська моя незаменимая. На, поиграйся. Туда все игрушки твои влезут, да? Да, неси Марату, червяка, неси, неси. Скажи, на, Марату. Так, я еще раз напоминаю, что в этом бисквите всего 4 компонента. Ванильный сахар, сахар и борошно. Яйца могут быть любые, ребята, но лучше домашние. И теплые. Домашние и теплые, да. Опача. Купили у бабушки. Ты что? Нагрелись? Короче, 5 яиц. Как тетя Валя говорит, яйца молодые, маленькие, молодка. Да, 5 штучек вот таких вот хватит. И 5 пойдут комнатной температуры, Катюна. Вот там 5, да? Что? В рецепте? Вот для тех, кто, как моя любимая ненаглядная Катюня, да. 250 грамм муки, 250 грамм сахара, 5 яиц, пакетик ванили. Все, ребята, все. Починаем. А где полотенце в доме? В шкафчике. А ну, нам сегодня понадобится заворачивать бисквит. Так, слушай. Там или здесь? Давай тут. Давай тут. Ай-яй-яй. Так, это сюда. Миксер, яйца. Вот базарчик под боком у нас, да, хороший? Раз-два зашел и вышел. Как говорит тетя Валя, первым делом, чтобы не забыть, ванильный сахар. Отправляем прямо в мисочку. Хлобысь. 5 яиц. Там вообще такие тонкости по поводу этого приготовления бисквита. Это приятно, даже не знаю, что... Вот как Пикассо свои картины писал, так же и люди готовят бисквиты. Смотрите, можно сначала отделить белок от желтка. Сюда белок, взбиваешь его, потом аккуратненько вводишь желток. Но я поступлю, как тетя Валя. Это самый быстрый рецепт. И получается, по секрету скажу, точно так же, как и... Вот то, когда начинаешь играться там. Муку начинаешь не взбивать, а ложечкой вмешивать. Они нагрелись у тебя? Да, Кать. Ты что, не видела, откуда я их достал? Ну, я-то видела. Комнатная температура, тебе говорю. Ты помнишь, как тетя Валя за это рассказывала? Мы когда были в гостях, мы готовили два способа. Один, вот такой быстрый. Когда у вас зазвонил телефон, говорят, ребята, мы едем к вам в гости на чай. И у вас есть всего полчаса времени, и ребята, считайте, что вы на коне. По-любому. Вы успеете к чаю приготовить этот бисквит. Так что, настраиваем аппаратуру. Тетя Валечка, спасибо вам огромное. Ёлки-палки. Мы же после вашего видео точно такой же, как у вас купили миксер. О, на маленькой скорости обязательно. Как говорит тетя Валя, я сегодня прям буду и по памяти воссоздавать вот те гости, когда мы у нее были. На маленькой скорости 5 минут надо это будет взбивать. Но скорость будем наяривать потихонечку. И вводить еще сахар. Сахар, 250 грамм. Ой, слушай, настолько детей смотрят, что милые детки. Можете родителям сделать сюрприз первого числа, да. Только когда будете духовку включать, позовете их. Сразу скажу, что там в зависимости от духовки, короче, ну, как у тетя Вали, 17 минут занимает время приготовления при температуре 200 градусов. Кстати, это будет наш с тобой первый пирог. В этом доме. В этом доме и в этой духовке. Да ты шо, шикардос. Так, настраиваем аппаратуру. Граммы. Давай, 250 грамм. Сахар будем вводить тоже по чуть-чуть. Все, Сергей. Эх, 260. Ну что, страшно. Согласен. Так, по чуть-чуть. Помочь тебе? Не, я сам. Вот так вот раз на пять введем. Масса должна подняться, ну, раза в два, правильно? Я тебя спрашиваю, правильно? Я не знаю. Ты ж была самой в гостях. Я не помню. О, ты ведь понимаете, почему я готовлю? А потому что оно и не надо. А чем же у тебя голова забита, любовь моя? Тебе тогда не знать, Сереженька, чем у меня голова забита. Она вам сейчас покажет. Она вам сейчас покажет. Ой. Ну, это шедевр. Надо идти, пока там солнце не село. Слышишь? Да, но сейчас ты забьешь и пойдем вместе. А я тебе зачем? Я могу взбивать пять минут и пойдешь, что там сделаешь? Я люблю с тобой, Сережка. Спасибо. Прям комплимент какой-то. А там писали в одном из видео. Что? Мы что-то пропустили. Хатюня такая благосклонная стала все хвалить, Сережку дохвалит. Что стряслось? А потому что она недовольна с твоими, что ты говоришь. Ребята, это чудеса монтажа. Я все вырезаю, чтобы только хорошее осталось на канале. Да. Маратя, как тебе? Тут главное не перезбить. Ты у Мони спроси, как там. А ну, стой. Ну-ка. Стоп, 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 стоп. Держи. Поднимай. О, еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Еще, может, полминутки. Давай, я пока подготовлю противень. Монечка, как там у них? Все в порядке? Ты что, поможешь прямо руками? Чтобы бисквит не прилип, сливочным маслом пергаментную бумагу можно аккуратненько вот так вот промазать. Сейчас тетя Валечка видео смотрит и думает, наверное, ай, какой молодец, ничего не забыл, ничего не забыл. Все, чему учила, слово в слово. А я думала, ты полночи видео смотрел. Нет? Готовился. Трусы крахмалил. Я полночи ждал тебя ужинать. Ты не помнишь? Да, ребенок не допускал меня. Ну, так давай, что ты сразу с этого начнешь. Что за человек такой, блин? Катя, а я вряд ли привыкну, сколько там нам еще боженька отвел совместной жизни. Как это сколько? Мы как умрем с тобой в один день. Ладно, хорошо. Лет через сто. Если ты меня раньше не доконаешь, елки-палки. А что ты от меня убереть собрался, что ли? Танин, ну что за блин натура такая? Ну, я дарю, а она все равно какая-то там в ней, не знаю. Сереженька, это все от большой любви, мой любимый. Ах, вот она какая-то любовь. Конечно, да. А я думала, это ромашки в животе. Куда ты мне ее даешь? У меня ручки в масле. Ромашки-то другое, но это все равно все от большой любви. Ну, спасибо, что сказала. Марат, остановитесь. Как там? Остановитесь. Катюня, иди покажи. Марат, засунь еще разочек. Марат, засуньте еще раз, он сказал вам. Поднимай вот так вот. А ну, коротенький, дай-ка я. Я же просто был у тети Вали. Вот, оно должно медленно сползать. Наверное, надо еще чуть-чуть взбить. Нет, ты перевзбьешь, это тоже плохо. Хватит. Теперь оно должно подышать, ты помнишь? Катюша, теперь надо вводить туда муку. 250 грамм. Противень готов. Духовку мы включили, она разогревается. Тоже 250 грамм. Я единственное, что переживал, как тетя Валя. Ну, я сразу добавил. Кого? Ванильный сахар. Какой ты переживательный. А ты щечка взял? А, блин, 261, елки-палки. Ну, у тебя и там что-то получилось. На 10 грамм больше, да. Стою, думаю, сахар я добавил, а соль. Я же взял эту щепоточку, да. И очень важно, чтобы она была мелкая, да, чтобы не попали крупинки. Давай вот так вот я сделаю. Потому что, как говорит тетя Валя, крупинки соли, вот такие вот крупные, видишь? Угу. Все выкидываю обратно. Да. Они сделают так, что корж наш может треснуть, лопнуть, но это нехорошо. Так. Щепотка соли. А ты мучку тоже будешь? Будешь этим? Да, и муку я сейчас точно так же через сито. Да здесь больше надо, для чего это надо? Чтоб воздушный был. Точно. Вот золотые слова. Вот человек. Марат, взбивай немножко. Марат, я ему просто каждый выходной бисквит пеку. А что ты говоришь? Конечно. Что-то я ни разу не видел. А он съедает его сразу же. Ой, Марат. Он бы не оттал кусочек. Чуть ты врешь. Если бы не эта женская солидарность, что во мне живет, я бы тебе всю правду рассказал. Ничего она мне не печет, родненький. И в этом счастье, Сереженька. Не, мука сейчас чистая, в пакетах уже все хорошо. Это больше так, чтобы мы ее... Вспушить? Да. Кислородом обогатили. Потому что тот рецепт, что у Марата бабушки, он мне такие истории там порассказывал, как бабушка над ним порхала. Не было же раньше ни духовок вот этих вот там с градусниками, ни ничего. Что люди вот так вот себе аккуратненько... В пакетку, в духовке, и смотрела в окошко, как поднимается, добавляла огонь, добавляла огонь. Никто не знал, что... Спускаю ее. 190-170 градусов. Вот так вот сидела и пекла. Да. Что, Бубочка? На тебе коробочку из-под староказачьего. Хорошая вещь. Туда и кукла влазит и машинки. Все, Маратик, давай я буду потихонечку вводить муку. Ты на мелкой скорости взбивай. Я ввожу... На первой, да? Да, на самой первой. Слушай, какая пушистая. Вот так вот аккуратненько, потихоньку. Здесь надо просто перемешать. Тут уже не надо ничего взбивать. Все уже взбито. Смотри, какое красивое. О, Сережка. Какой ты молодец у меня. Очень красивый. Марат взбивает, она говорит, какой я молодец у нее. Я думаю, что надо остановиться и помещать лопаточкой. Да, тетя Валя тоже так делает. Давай. Ну, я же сказал, что тетя Валя... Ну, я же сказал, что тетя Валя два рецепта. Вот так вот оставь, Марат, миксер. Пусть с него стекает. Так, куда нажимать? Ходит он. А, вот сюда нажимать? Так редко пользуюсь, шулаш не помню. Так, ну он нам еще пригодится. Будем готовить крем. Хотя любое варенье, елки-палки. Перемазал и все нормалек. Снизу вверх, снизу вверх, снизу вверх, по часовой. О, бум. Шо, о, половина. Так, ну шо уже, Катенька, это на самом деле какой-то шедевр. Смотри, как мука. Уже растворилось. Выкладываем? Порядок. Как выкладываем? Выливаем. Я чуть-чуть аж замерзаю, когда такое вижу. Сейчас это все будем, дело, ровнять. Красивая, Сережка? Очень красивая. Так и самое главное, что быстрая. Оно звучит. Я тебе скажу, что еще... Бисквит, конечно, гордо и страшно. Че страшно? Ну как это сделать? А вот тебе элементарно и просто. Сколько оно в духовке стоит? 17 минут в тете Валиной. В нашей может 18, а может за 15 дойдет. Будем поглядывать. Пока будет стоять, пойдем елку покажем. Вот, точно. Сейчас я отсюда все это дело выгребу. Там такая елка, ребята. Вот то, что одну мы уже показывали. Хотя она такая, что можно показывать ее все время. Как ты меня читала, кто там был актер какой-то глухонемого кино? Да. Который наряжал елку. У него было поместье, в котором было 44 комнаты. Ну, нам до него еще далеко, да? Да. Но мы к этому не стремимся. И он, значит, на Новый год. Елка в высоту была 3 метра. Но он связывал 3 дерева. У него связывали 3 дерева. А в ширину 9 метров. Так вот, они, по-моему, там 50 лет украшали эту елку. Бюджет. Я не помню, сколько. Так, короче, они ее держали до марта месяца. И с каждым годом игрушек все прибавлялось, прибавлялось и прибавлялось. А потом они ее решили вообще не разбирать. Да? Да, оставлять круглый вод. Ага. Вообще-то ты мне не дал договориться. Ладно, говори своими словами. Ты же меня любишь перебивать? Я никогда тебя не перебиваю. Катюша? Да, Сережа. Пересмотри видео. Ладно, елки-елками. Давай аккуратненько. Сейчас вот так вот размажем. Даже если где-то будет с буарком, ничего страшного. Это же по-домашнему. Ты туда загони, вот, чтобы в голочке было. Дать тебе лопатку? Да, давай. Я пошутил, Катюша. Я готовлю. Так что и не лезь, даже не напрашивайся. Ты думала, я откажу, Сереженька. Нет, конечно же. Всегда рада тебе помочь. Всегда приду на помощь. У меня желание к тебе образовалось. Какое? Ненормальное. Они у тебя все время периодически проскакивают. Я за другой. Я хочу завтра утром проснуться. Ага. А тебя в кровати нет. И на кухне пахнет бисквитом. Приготовь мне такое утром. Подожди. Бисквит ты еще не приготовишь. Кушать его нужно будет завтра. Нет, мы сегодня его и скушаем. Получается, мне только надо с кровати выйти. Да, просто надо уйти, ладно. Так, ну все. Готовенько. Можно. Просто мне не хочется расставаться с этой лопаткой. Это как приятно. Надо было два сделать. Кать, там мука осталась, сахар тоже еще и яйца есть. Не переживай. Хочешь, два сделаем. Конечно. Это же быстро и... Что он тут? Вытворяет? Филигранно, как всегда. О, Марат, так красиво это. Все, давай все до последнего. Вытяните? Оставляю. А ну-ка отойди, я хочу пошлепать. Кого? Меня? Тебе сейчас хозяйки, наверное, скажут, что так нельзя с тестом. А я хотела... Бабушка тоже так делала. Да? Чтобы пузырьки все поуходили. А что? Я не против хозяев. Пишите, девочки, все нормально. Ютуб все стерпит. Все, Катюня, наторабанил, уже можем загонять. У-у-у-у. You know, барин, ну-у-у. Давай. Где-то, Маратик, Маратик, я хочу, чтобы уже этот... Уже рецепт твоей бабушки сделали. Легендарный момент. Следующим. Скажи мне, без конвекции, без ничего, просто вверх-вниз. Вверх-вниз. Все. Засекай время. 37 плюс 17, сколько получится? 54? Да. Ты как-то вообще-то таймер есть, если что. А мы не умеем пользоваться. А, не умеете, хорошо. Да. Тогда так. А ну, научи. По-простому. Вот это вот он? Ставь 15 минут. А ну-ка. Давай 16. Давай. Да? Так это не сложно. Что? Смотреть заранее. Он отключит плиту после таймера полностью. Тебе надо будет ее включать опять, если тебе будет недостаточно. Чтоб ты знал просто, что по окончании таймера он выключит плиту. Я понял. Что вы там разглядываете? Тут уже такие ароматы идут к тебе. А тебе не видно там? Ну, я вижу. Поднимается. Какой-то шедевр. Да, ты посмотри. Бомба. Сколько осталось там? А, две минутки. Давай, давай, давай быстренько бахнем. Крем. Ну, соус по-нашему, да. Короче, 250 грамм звучунки. А, давай по-другому. Вот так вот. Тара как сбивается? Включается полностью, включается так? Все. Так, и весами научимся пользоваться. В твоем случае должно быть 261. Вот давай не хорошенько, Сергей. О, нет. Я же думал хоть здесь попасть. Ладно. Что, сгущенку взбиваем? И сливочное масло, Марат. А возьми и сделай доброе дело, родненький. Сколько? Взвесить. Да не сколько, можно все добавить. Немного. Давай половину тогда от этого. Просто возьми половину, мне сюда отгрузи. Вон нож у тебя висит. Перед тобой. А надо все вместе сразу, говоришь, сначала в бешенку? Можно все вместе взбивать. Все. О-о-о-о. Бомба. Ну, тетя Валя говорит, что вкусного много не бывает. Поэтому масло можно здесь чуть-чуть больше дать. Хуже не будет. Добавить тебе? Угу. Добавь еще половинку этой половинки. Это ж сороказачья, елки-палки. Его же можно есть и днем, и ночью, и когда угодно. О! Чего это надо делать заблаговременно? Потому что он должен остыть. Чтоб потом не растекался по рулету. Вот 17 минута это было ставить? 0-0. А у тебя Валя такая же духовка? А все не пикает. О, пикает. Пикает, но просто из-за суммы не слышно. И он ее сейчас, получается, отключает? Да. Слушай, ну, судя по цвету, через полминуты он ее отключит? Да. Ну, так этого будет достаточно. Тетя Валя 17 минут сделала. Тетя Валя тоже борщ. Борщ? Ну, это наклейка. Такая же духовка. Значит, хватит. Каждый борщ к борщу рознь. Не знаешь, сколько их пилов? Да. Каждый хозяйки свой. Натыкать мы не будем. Ай-яй-яй. Знаешь, с чем проверяешь? Что? Берется зубочистка, вставляется. И если ты ее вытаскиваешь, она сухая, значит, бисквит готов. Все, Силашка. Готово? Ну, мне кажется, да. Вау! Шедевр! Так. Что, здесь? Ставь крем остывать, бисквит пусть там стоит, или мы его достаем. Я же хотел елку показать, или уже... Так вот пока остывает крем, мы покажем елку. Пока я буду здесь рулить, ты покажешь елку. Все. Не дождетесь, Маратик. Я не в холодильник на улицу, потому что, что? Ага-а-а! Судя по ногам, там прохладно. А так все хорошо. Бисквит будешь доставать? Сейчас же надо этот, скажи мне, эээ... Тебя? Ювелирная работа должна быть сейчас. Понял? Если я его здесь достану, туда понесу, а там, наверное, что... Нет, ты его должен... Я подготавливаюсь. Шо-шо? Его должен достать вот сюда на досточку, и дать ему постоять немножко еще. Я его не буду заворачивать. Мне его надо будет перевернуть, а потом он у нас полежит. Ребята, лайфхак. Полотенце. Потом обязательно пергаментная бумага. На которой мы его будем, как японцы суши-роллы заворачивают. Так, все есть, все соблюдено. Давай я открываю. Ну, не терпится открывать. Я зубочистки вам приготовил. А где они? Ты их убрал, я. Вот они. То есть ты втыкаешь, достаешь, она должна быть сухая. Хорошо, шеф. Я знаю. Как красиво. Боже мой. А я больше люблю вот эти вот кусочки, которые там подсыхают. Это самое вкусное. Краюшки? Да, точно, что мы еще краюшки обрезаем. Тетя Валечка, шо, на глаз шикардос? Ух ты. Марат, это идеально. Это идеально. Ого, как он пахнет, конечно. Сережка, какой он красивый получился. Катюша, стой. Да, я покажу вот эту вот. Ну, покажи. Вот эту вот бездомную такую. Я могу уже. Шашки сможешь уже, давай. Если я сейчас промажу и ляпну на стол, у тебя сейчас кадр будет на миллион, елки-палки. Вырежешь. Второго шанса не будет. Тихо, 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 тихо. Как брала тетя Валечка? Ну, вы скажите мне, а? Марат, Джан, дай пять, роденький. Ты шо? Марат, ну посмотрите. Начинаем готовить кулинарные изделия из теста. Какой ты молодец, Сережка. Ты успокойся, я же не даром к тете Вале в гости ходил. Тетя Валечка, чтобы она была в здоровье и вообще всем, мадам, бабушки, женщины, мамы, девочки, кто будет печен, кто уже печет. С наступающим. Именно от всей души. Вот была бы рынка, когда, но этими же нельзя звенеть. Нельзя звенеть. Но это красота какая, невероятно. Это вузгггвузгггвузггг. А шо индусолом? Вузггвуд. Какая красота, смотри. Почти как у на. О! Ребята, почти Новый год. Часиков 9 добавить, и будет нормально. Правильно посчитал? Да. Да. Так, я еще тот математик. Слушай, не, ну прелесть, елки-палки. Как приятно сделать. приятно сережка ты сказал что у него таймер все отключает хорошо я еще я еще и руками все шикардос а сейчас она пусть лежит а мы пойдем елку посмотрим а вот теперь как там барабанная дробь марат пройдемте как там легкий аперитив перед шедевром тихо это игрушки можете кто не видели предыдущие видео так мы вам еще раз покажем катюня шошо включи шакмикала так спой песенку а вторая о мэй трамбл систо фару 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 эй джинкл бэл джинкл бэл джинкл бэл джинкл аллах папа папара пара слушай а ты постарайся сегодня показать те игрушки которые в тот раз не попали сады какой конькобежец елки-палки с подарком бежит домой точно а в подарке что бисквит в коробке у катюня но зачем такую прелесть так далеко прятать кому ты прячешь вот эти живет ты понимаешь как в сказке самый настоящий гном и спрятался аж туда они там села не тоже лошадка вон такая смотри ребята вы сейчас увидите то же самое только уже в этом вафельном исполнении в каком вафельном серёж что ты такое говоришь в ватном исполнении слушая русалку ты тут показывала слушай она прямо на ветке сидит елки-палки ты бачишь жемчужина это кто ангелочек а это лыжницу увидели мара запоминает сейчас будем его гонять папа по елке балерина из интересного что еще вот этого снеговика показывала или кто он там лесовой как не торопись это что вы игрушки тоже не мой жареный карась елки-палки покажи что от всей прелести а вот смотри а шо за чудо марат показала тут еще один иди сюда смотри пэс-патрон бачишь это как ты когда злишься как зовут серёжка катюша то для меня как этот на еще сюда за лапись ну как скорбы на самом деле что ветку раздвигаешь то какая-то новая удивительная игрушка шо еще а эту показала я чуток заостряю внимание потому что на самом деле люди просили и это вот для наших хороших подписчиков которые точно также степи там украшают наряжают елку посмотри какой воробей на коньке сидит волшебные душевные моменты шо я еще мог пропустить а иди сюда лося тебе нашел сикой счастливый окрыленными рогами когда меня встретил олененка встретил какого олененка а вот маленькая там было их два где-то должно быть так девочку это увидели показывали то еще там вот видели пока кого-то марат увидел сказал показать о вот этот не попал в кадр смотри какой красавица это из это и щелкунчика до король мышь ну лишилась такая а вот его как королева катюня с этой дни не посмотри на это чудо юм и у нее даже шляпа мохнатая ты бачишь где ты их все находила это то же самое только другой да я тебя вот это вот сюда хотел пригласить покажи сидит там его королева в этом году дракончиков не купила спасибо вадику прислал вадик спасибо родника именно деревянный зеленый дракон да ты показывал его марат ты видел а хотя вам щас не до этого смотри свеку чудо вадик с израилю прислал ты понял да а что офигеть вот туда надо шейкель засовывать сказал что еле оторвал а вот сюда надо шейкель засовывать или просто ай намар попадя им ай нам ащики дым щеки дым ай нам ащики дым щеки дым короче по технологии надо уделить время бисквиту а ну марат попробуй что получилось миланюшка миланька на угости свету угости свету я много их раздавать не могу потому что эти эти края нам пригодятся купола ёшкин ты кот на тебе еще края надо обрезать и уже мазать хочешь целую не ты моя хорошая марат с и какой нежный прямо боже мой так что я этот сказал вот так вот надо краешек срезать понял по таким углом дашим когда ты вот заворачивала он тебя там максимально не поломался вот так вот так вот этот вот вот этот кусочек а можем вот так у 2 оставить да а давай пильнем аккуратно 3 а мне вот эти краешки со мной а так они вообще-то самый вкусная горбушечка все вот так вот бабах трах бах это чтобы у нас серединка была не пустая как ведь тетя валя крем вот так вот в центр его когда будем делать он сам на края уже выйдет как его выдавит просто а у тебя было клубничное варенье мы первый бисквит сделали с вареньем перемазали это просто праздник а клубника с огорода ее помнишь сразу украсили мята оттуда же с огорода так что ребята украшайте все что угодно хоть кинзой это я детям ну только чтобы родителям нравилось удивительный что ты карасем не яхты с языка снила елки-палки да все а вот теперь суши мастер будет заворачивать крутите края потом сделаем как я подумаю чай пойдем пить короче может у елку и не покажем твою так что не расстраивайся сильно от не расстраиваешься это куда-нибудь клада хорошо хочешь так аккуратненько пальцами придерживаем хотя кто на душу будет плохо какой теплый ну эту газету ты же с ней не будешь есть они не не одежда да ладно держит я у него где у него там край все чаще шаще 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 нет торопись к красивой тарелочки а ты уже давай сейчас подожди мараджан до оставлять заворачивает штуку конечно сможешь катюша слышишь а пудру мы приготовили давай ну обязательно давай катюша тарелочку ху катюня да то я хочу чтобы было именно прямо именно обалдеть какой получился эй ты чё ну давай чуть побольше крема наверное ты не слышал да слава богу хоть надо мне амара тоже так научиться делать не слышать а вот же оно катя катя что ты чё а что это ты чё ты вела как она давит я тихонечко то ты шо у меня аж заболела елки-палки как надавила на мой бисквит нежнее ёшкин дико формы придать ровные это же тебе не мама дорогая шоу а это шедевр да не все будет нормально сейчас он пропитается потом мы его нарежем все будет красиво ты посмотри на нее ай 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 а где вот то что дай мне куда ты у него срогалики эти оставшиеся съел марат обрезки ты забрал обрезки со стола мой ты хороший давай сюда так я же хочу сделать вот так вот понял не там я бы тогда на самом деле бы поставил бы рогалики просто я же хочу зафиксировать как говорит катя это шо не открыты еще видно нет я сейчас марат закончу снимать спасибо большое на становись вот сюда давай я тебе насыпаю а ты потом а ты потом трусишь он бедный голодный что ты зажал да если марат я не зажал это надо трусить а не держать вот так вот ручкой зык зык-зык зык все а я тебе вот такую делаю а ты а ты води вот так вот туда сюда туда сюда как то вас с мясом работает я только хотел сказать два человека который на казане отжигают елки-палки сейчас пытаются почти хорошо ну что такое то безобразие тетя валечка извините конечно не ваши золотые ручки но и так сойдет правильно хотя нет так так не сойдет нас нету веточки розмарина или мяты там в холодильнике нету зачем ты это делаешь руками вы же для этого и брали ситечка сереженька чтоб не было вот такого правильно потому что дачу пошпаклюю еще вот так вот края о маратик ты хочешь помазать или пойти срезать так это еще рано подожди он должен немножечко полежать пропитаться давай я пойду я уже видел как ты бисквит давишь представляешь что будет всем розмарином ты нам очень нужен я пойду сам красивенько срежу да растет там раз такой зимой как у нас он уже цвести скоро ничуть ой хотят валечка эти кусочки срезает чтобы он был ровненький идеальный хочу все было красиво пока я начал размазывать сливочно-сгущеночный катюня рекомендую я возьму сейчас кусочек вот того кусочек так и что-то в холодильник на сколько ты готовил самовар выкипел елки пол я пойду еще один растоплю ну что дошла учить и до твоей елки идем иду да ладно здесь это же не бисквита не 17 минут здесь может спокойно снимать обалдеть кайли встречает иди сюда сейчас снимает и все аккуратненько кайли ты что нас со всех сторон ждешь что опять сейчас начнет валяться садись 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 это все это не любовь елки-палки ты моя хорошая девочка пушистая боже мой шо за прелесть шо за китя а подбородок какой у него босикой красивый а какой красивый покажу зубы зубы вот я ладно ладно иди мы же пришли сюда не за тобой катюня начнем сейчас все эфирное время твое из девочек видишь их тут сколько ты все жаловался что у нас нету девочек вот сереженька я всех достала ты на кого я жаловался мне просто было удивительно почему три дед мороза ни одной снегурочки ты сказала что ты сама лицо рисовала ребята помимо того что она смеется у меня хорошо так она еще этот они мне достались немножко побитые ну ватный ты хоть знаешь кто какого года и руки помол катя они в бисквите нет их нельзя грязными руками трогать то успокойся ты я нормальный парень ты чё зачем ты их достаешь они там такси каждый на своем месте понимаешь и сидит я хотел бы показать на санках тут тут лыз это жар птица сидела не тут кто-то уже переставил ты что это я потому что она лежала ты не повесила она лежала наверху сады какая это бабушка ну так я вижу не дедушка это вот лошадка я вижу видишь на реальном месте какие санки ты санки покажи из проволоки обалдеть с вожжами а это кто мальчик украинец да ты шо наш хлопчик эх ты красавчик тихо 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 а это вообще шо это у него личико такое тканевое а у этих шо из хлеба но если не старый ну вату понятное дело там плевали катали а это шо а вот смотри это шо это подушка тоже из ткани обалдеть вот хрюндель кот сапогах там видишь а это кто юрий гагарин а где ты такого взяла нашла я такого или сама сплела нет мишка медведь это орликина ах орликина орликина тогдаран дон 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 слышь а чо это ёлка не горит мишки пары козаде реза короче ребята вот такое счастье она имеет это зайчик и от него и был где кто вот то зайчик слева от тебя с лукошком оказатели завод скажу а кто пара пара а я думал мы с тобой что мы с тобой слышал вот а это сюрпризницы видишь там а это этот гусели виде и васик телесик все посмотрела ой показали ой посмотрели ребята идемте чай пить с бисквитом ну что твоя душа довольна в этом году две елки первый раз мне вообще понравилось что вот так вот они символично висят эти здесь те там это все ну все будешь детям внукам показывать традиция она читает читает газету лягушка да да народные загадки ты шо жаба образованная легендарная игрушка между прочим ну ладно а эти цветочки какие посмотри на даже просто прелик вот так и но я нет нет да тоже там слюну пускаю да ты молодец это кстати тоже так что же мы не договорили вот тот короче актер который сорока четырех комнатах любил устраивать представление да они до того разошлись что елку они не разбирали до марта месяца потому что там было столько игрушек и чтобы все гости и аккуратненько смотрели рассмотрели они вот так долго аж не разбирали но мне так не нравится я хочу разбирать и собирать просто потом с годами это это елка обрастала игрушками и они поняли шо я очень долго наряжать и очень долго разбирать и они вообще перестали разбирать короче прямо помоги мне а шуте помочь музыку сады детки мои хорошие вот чтобы каждому пришел дед мороз точнее приехал на таких оленей оленях и подарил вам много подарков пусть будет немного но все самые желанные все самые заветные дед мороз я ты шо шо маркета прорастают ой скоро 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 пусть играет пошли под эту шикарную музыку заварим чай попробуем не чай там уже самовар готов сейчас чай заварим поде к израиля владеление спасибо за чай родненький самый вкусный базилиюрчик подожди Подожди. Ну ладно. А что такое? Не-не, ничего. А что ты хотела еще? Беню хотела своего показать, но он где-то там спит. Да где-то бегает. И Беню у нас еще есть, и Хана. Там просто просили. Э, привет! Показите котов! Привет, игрушка! Показите котов! Ой! Но сегодня одна звезда выступает, извините. И нет, нет где-то рыжий еще. А, слышишь, есть же этот. Лайфхак, как всех котов позвать. О, первый пошел. У нас просто ленивые коты. Он ползет еще один. Рыжий, ко мне, ко мне сюда. А ну, Куклачев, давай. Сюда, сюда. Рыжий здесь. А Беня твой, либо ты его сильно кормишь, либо даже не знаю. Он спит. Спит, да? Ну и пусть я спит. А Монька мой не спит. Катя, идем уже этот. Тут, походу, не только Беня спит. Иди сюда. Бедненький. О, Майлз. Санта-Клаус наш. Обними его, не напугай, смотри. Хе-хе-хе. 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 Хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Марат, доброе утро. Ха-ха-ха. Я не могу. Я думал, ну-ка, ты, я понимаю, теперь, на что отзываются. Хе-хе. Марат, доброе утро. Пошли чай пить. мы елку рассмотрели она же наряжала так я одеваюсь также по-домашнему катюня чего я тебе рекомендую чашки есть чай есть бисквит на улице ножей слава богу хватает пошли пока не стемнело марат одевайся новый год такие ёшкин ты кот ты шо спать сейчас не можно поспим когда нибудь другой раз ты будешь чай пить или мы с маратом давай по братски мы с большой с тобой на двоих тебе уже там написали с одной на двоих возьми всем чашки ребята мы у себя дома мы можем майонез сосать и ложки со света я возьму сейчас чашечки ладно бери тогда и тарелочки под бисквит красивые возьми а я пока розмарин на рулю так где мой красивый ножик а какой красивый они все ничего ай-яй-яй ой-яй чаек от вадика ай-марат почувствую как пахнет родиной елки-палки что мэри крисмас наверное по любому а судя по колочу что-то не видишь новогодние ягоды ягоды новогодние ягоды счастливые выбирай себе любой какой ты хочешь ци лунский а я раз у нас это таки вот ванильный разбери шуку о давай пишу тебе и чашка тоже с и какая новогодняя а ты бы маратин вадите спасибо огромное еще разовлю чуть-чуть не уехала посылка обратно конечно сейчас мы же аншлаги ажиотаж кипит с и как нежно да будь здоров спасибо странно что один раз а розмарин в нос ударил марат давать и кун заваривается прямо на ходу а у них очень нагибаться давай за тебя на мыс чтобы были здоровы правда и третий раз а то другое желание ребята загадывайте будут для вас чихать и днем и ночью услышишь так у тебя блин лучше елки-палки у него шоколадный ты посмотри и обуви ты гд ай марат марат попадаемся ай нам ащики дым щики дым ну и шо катенька а шо ж на них с рук есть беги за тарелочками нет ты шо забыла кто мужик елки-палки она сходила бы за тарелками пожалуйста а где взять там под мой где взять где где над мойкой тарелочки над мойкой открываешь шкафчик там тарелочки любимые красивые да даже в такую новогоднюю замечательную праздничную передачу она именно хотела зажадничать но спасибо мне и моему этому глазомеру я знаю где лежат хорошие ну шо ты как это ну шо за человек ай-яй-яй ты посмотри вот они ему сказала над мойкой а он берет сейчас блюдцами сотри на нее ай-яй-яй катюня это блюдечки это блюдечки они тарелочки маратик родники держи сейчас новогодняя ночь и намечается и ночь подарков маратик я ему раньше времени подарок подарю что же там может быть а никто не знает конечно елки-палки не забудь свете подарить не забуду я вообще-то там маратик родники спасибо огромное за то что ты хотел сказать что у меня там есть еще дополнение к этому подарку но но будет 31 числа хорошо хорошо но я же этому видео снимаем для тех кто будет 31 числа ребята маратик я тебя тоже люблю вот и хороший спасибо что ты у нас есть чесночница что было в одессе она твоя ты чувствуешь вес какой такой массивный дави по полной родники не сломаю надеюсь ребят спасибо большое спасибо наверно немецкая крауды дей берлин дермане дермане значит дермане елки-палки спасибо на здоровье так шочи на тарелках же не будет смотреться так ты шо давай короче первый вот этот вот страшненький мне будет мне я хочу с кремом катя ты что думаешь что там внутри крема не будет мне нравится а ну-ка отойди на у тебя это дает вот тебе это дырка от бублика елки хотя надо было туда тоже напхать тетя валя краешки обрезает шо за хруст шо за хруст марат джан тебе тебе как красиво я себе представляю как это вкусно это свете это маме то мне не надо я с вами чая попью все не ну сереженька но это сильно много розмаринчик катенька я его помою потом с него тебе еще рыбу пожарю тогда красиво с чаем до детки это выступление было для вас марат шоу этот шоу баловаться новый год же все-таки правильно а чай вы не планируете ребята же в кожной хате полу пати а в нашей 2 не и то и то можно в дрофе приобрести ты шо ты говоришь у тебя чай цвета шоколада ты посмотри на эту медь на этого все на вот это медный цвет вот это медный цвет ай-яй-яй давай так сухо по-мужски просто поблагодарим всех кто спасибо ютубу появился в нашей жизни ребята вас так много шоу просто ну каждого не хватит ни слова не времени на фильмоскопе хотя там 512 гигабайт перечесть спасибо всем огромное друзьяки чтобы нам были здоровы как это с новым годом с наступающим оставайтесь с нами мы постараемся вас радовать новыми прекрасными видео конечно хорошим настроением а все будет нормально бабка я вас люблю вы моя хорошая их ты лучше либо ванночка на привозе шедевр где моя любое только не дырявая на меня даже розмарин не положил марат да будем надеяться что в следующем году ты избавишься и не надейся сереженька ну и шо ну что марат как у бабушки это совсем другое да у бабушки его высокий это мы это мы тоже обязательно исполним принцип принципе тот же но другой по вкусу да по вкусу другой йома этот крем эти руки твои готов целовать попробуй катюш давай я сказал попробую они все отбери я тебе ничего не скажу ешь кучаем запей горячим новогодний вкус на самом деле просто получается что со всеми этими праздниками когда у тебя не переводится огурцы помидоры оливье холодец ну как ни крути на третий день она уже немножечко уже чайку да и ну и душа просит чего-то такого чем себя порадовать когда у тебя изобилие еще и мандарины ребята это беспровержный вариант да только надо самовар иметь а если нет самовара то чайник ну и знакомую тетю валю что вкусный чай шоколадом попробуй а шо я шутил что ли елки-палки как это вы вадику скажите я первый раз такое пью боже мой будут восторге скажи мне закрыли глаза и дать понюхать так сразу скажешь так сразу скажешь что это за табак для кальяна елки-палки так это еще и пить можно может вадика контакт дать в израиле да ему не надо он вообще знают а вдруг кто-то не знает перед новым годом кто в израиле звоните вадику в израиле официальный один в израиле что ты понимала до ездить на шри-ланку лично чай рвет пакетирует и потом еще в израиле делать приятно так что я вадика я не буду оставлять контакт должен человек и так занятой помимо этого он же еще возит концерты концерты выставки марат мне показал где вы были когда деваешь наушники пикассо это было сальвадор дали сальвадор дали сальвадор дали а картины не простые 3d проекция ты в наушниках тебе там что-то говорят или может музыка играет а в очках в очках выйти но не простых очках простых очках там тоже есть такая как маска у тебя одевается у тебя ну собственно да правильно и наушники и вот это вот по 3d проекции это просто там ты на корабле плывешь в них очень здорово не знаю уже наверно закончилось но он все время привозит какие-то еще привезет что я хотел сказать а ходить надо по этой галереи лежать сережа вообще ничего не делать дома сидел телевизор включил слушай то что мне видео вадик присылал когда продали сальвадора когда вот эти вот живые картины переливались там многие сидели нет там сначала ты сидишь потом идешь другой зал ты как бы выходишь на палубу корабля ты можешь подойти взяться за поручни отойти посмотреть тут у тебя одна картинка тут у тебя вот я об этом спел вадик возьми меня на корабль пришли мне очки надо язык понатаскать парадный короче друзяки точно друзья все души с хорошим состоянием для вас как обычно бахнет пиво одесский липован всем пока пока всем пока пока любим целуем эх ты дужи дужи с новым роком чао 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 дорогой и никто тебе не нужен чао я балдею от этого чая конечно и этот получился хотел сказать что я не знаю что у меня но это одна ваниль елки-палки балдеж катя это цвет шо это такое золото а прямо жидкое золото нереально вкусный а под бисквит вообще шикадос